Бог хочет этого. И мое время, наверное, уже стекло, но я хочу одну закуску, один пример рассказать из, один из видов евангелизации. Называется, я это мой, я его выдумал, «Дайте покушать», называется. Я могу в Макдональдс зайти и ходить по Макдональдсу, просить, «Дайте чуть-чуть покушать». Я говорю, «Не, я себе заказал, но это долго ждать, я сильно голодный». Люди смотрят на меня, сидит парень с девушкой, она говорит, «Ну что, дайте мне». «Да что ты у него спрашиваешь? У меня спроси, я голодный». Протягиваю три картошки. Это было вчера вечером, я заскочил по дому. Протягиваю три картошки. Я говорю, в соус махни. А потом я подсел, я взял свою еду, говорю, «Вам отдать назад?» «Да нет, что вы». Начал с ними беседовать. Они были на ушах от беседы со мной, я за них помолился, благословил их. Я ехал, преподавал в Киевском библейском институте, как-то рано отстрелялся, тесты позаписывали, рано выскочил, мне 500 километров до Днепропетровска ехать. Я проскочил там в одно место, где шашлыки вкусные готовят, потом проскочил там в Кременчуге, где этот американский идол стоит, Макдональдс. И я уже... А потом еду, чувствую, голодный. Думаю, а что ты там вообще не тормознул? И меня давно эта мысль взвела в сердце. Это было позапрошлом году. Я поворачиваю первый попавшийся поворот, заезжаю непонятно, какое неизвестное село, еду по селу, смотрю, такой дворник аккуратненький, хозяин и хозяйка, и еще двое людей там я тогда отдался, остановился, оперся на забор. Хозяйка говорит, чего вам человече? Я говорю, кушать хочу. Дайте мне... Сделайте мне яичницу. Она говорит, як-с? Я говорю, ну, он курка ест, попросите яйцо, он пешка ест. Да что я его буду делать? Потому что я голодный. Я вам денег дам, а я, ну, нормальной машинке хорошенькой, блестящей, как бы, ну, на бомжа не тяну там все. Я говорю, я просто голодный, я вам заплачу. Да вы серьезно? Я говорю, да. А что, по глазам не видно, что голодный? Ну, заходьте. Зашел, сел, те двое шушукаются. Она говорит, так, может, вам борщу? Я говорю, да, только с цибулей. Теба, говорит. Дала мне борщу, еще там курчала, поторчала хорошенькая. Цибульки мне дала. Эти двое побежали по всему селу, сбежали. Говорит, да баба Мария и чувак какой-то пришел, говорит. Голодный. Пятнадцать человек пришло. Я помолился, кушал. Она говорит, вам два яйца? Я говорю, нет, два раза по два. Только ж на сале жарьте. Она говорит, теба, я в ресторане. Она жарила мне. Я помолился, благодарил. Пятнадцать человек было, и хозяин с хозяйкой. Я просто начал говорить об Иисусе. Как они были все крушены, мы бы видели. Я говорю, затравил. Вы тут, я был на берегу реки, это же ваше село. Чего там такой беспорядок? Вы же тут живете. Никто, кроме вас, здесь нет. Чего вы не сделаете? Это ваша ответственность. Иисус хочет, чтобы мы влияли на все. Все пятнадцать человек, включая хозяина, хозяйку, молились, молитвы покаяния, слезами, мужики и женщины. Я начал деньги бабушке Марии давать. Она говорит, да вы что? Да какие гроши? Я говорю, да я ж столько наел. Да вы что? Да вы нам столько принесли. Мужики меня обнимали, плакали. Это было позапрошлым году. Сейчас там церковь, 35 человек. 18 человек приняли водное крещение. Остальные ходят. Да. Дайте кушать. Дайте мне покушать. Я голодный. Я зашел в дом крутой в Черкасской области. Заехал в село. Крутой дом. Звоню. Что надо? Я говорю, выйди поговорить. А кто такой? А проезжий. Выходит такой крепыш, золотая цепь на зубе том. Такой на дубе том. Все. Я говорю, слушай, брат, как тебя зовут? Тастян. Я говорю, дай поесть. Говорю, то ты гонишь. Я говорю, нет, я просто голодный. Да ну боли он кафе. Я говорю, в кафе нетрудно. Мне понравился дом. Я вижу, ты классный хозяин. Я хочу тебя покушать. Да ну. Говорит, ну, я говорю, что мы так долго разговариваем? Я прошу тебя кушать. Ты говори, да или нет? Пойду в другой дом постучусь. Да ну ты серьезно, да? Ну заваливай. Зашел. Дом красивый, дорогой. Все там зашел. Жена вышла. Я потом узнал, что это жена. Говорит, слушай, хмырь жрать хочет. Дай ему что-то. Она говорит, что чайку, я говорю, при чем? Чайок потом, сразу что-то покушать. Не, я заплачу денег, говорю. Да нам надо твоей бабке. Я начал кушать. Потом начал молиться, потом начал беседовать. Оба согласились помолиться. И когда его ходил, этот Костя, он просто говорил, поклянись, что не проедешь мимо ни одного раза. Поклянись. Вот так. Сейчас мы с ним, друзья. Что ты не проедешь мимо никогда, если будешь в следующий раз. Я у него уже бывал. Пусть Бог благословит.